Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главная тема выпуска. Аварийную посадку совершил Боинг в Новосибирске. Пассажиры отправлены в Самару резервным самолетом. Отчистить до последней снежинки. На уборку Самары от снега брошены все коммунальные силы. Футбольные умники. Самарские школьники выясняют, кто лучше знает историю игры. Пассажиры Боинга, аварийно севшего в Новосибирске из-за поломки, отправлены в Самару резервным самолетом, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Инцидент произошел в аэропорту Толмачево. После дозаправки специалисты обнаружили повреждение одной из стоек шасси. Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия. На борту самолета находились 116 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. В эти минуты в Самарском областном суде идет закрытое заседание по нашумевшему делу об убийстве эксглавы Сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. В преступлении обвиняются четверо мужчин. По версии следствия, Андрей Гошт и пятеро членов его семьи были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила племянница полицейского. Согласно материалам дела, нападавшие проникли в дом, когда все спали и до смерти избили своих жертв. Прихватив с собой ценные вещи, скрылись с места преступления. Сегодня присяжные вынесут свой вердикт. Кадровые изменения в железнодорожной прокуратуре. На должность руководителя назначен Александр Диденко. Ранее он занимал должность старшего помощника прокурора Самарской области по обеспечению собственной безопасности. Свою карьеру Александр Николаевич начал в Ивановской области. Прошел путь от следователя до заместителя прокурора города Иваново. В областной прокуратуре Самарской области работал последние пять лет. В первую очередь начальник районной прокуратуры планирует обратить внимание на проблемы в сфере благоустройства. Я изучил немного доступные источники информации о железнодорожном районе. И я не нашел каких-то серьезных проблем, которые требуют какого-то срочного разрешения. Поэтому самое главное сейчас быстро, оперативно вникнуть в текущие проблемы. Наладить эффективное взаимодействие с коллегами, с администрацией, с судом, полицией, другими контролирующими органами. И всем вместе решать текущие проблемы. Почти 9 тонн снега вывезли из Самары за прошедшие сутки. На уборку города в две смены вышли 350 рабочих муниципального предприятия благоустройства, более 300 спецмашин и 2500 дворников. Особое внимание крышам сейчас в городе очищено почти 85% кровель. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства управляющим компаниям поручено темпы работы не снижать и активнее убирать снег во дворах. Сейчас важно объяснить жителям, чтобы они не оставляли во дворах машины. Они мешают уборке. Задача стоит, что сегодня и районам, и управляющим компаниям поставлена задача при очистке дворовой территории переставлять транспорт, потому что в львиной доле 90% транспорта в каждом дворе – это жители, где припарковываются. Вот этот момент он обозначен. Далее коротко о других событиях дня. Росгвардия в Самаре задержала интернет-экстремиста. Ранее судимый за аналогичное нарушение закона 29-летний горожанин публиковал на своей странице ВКонтакте материалы, продвигающие идеи национал-социализма. Заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды», а равно унижение человеческого достоинства. Смерть девушки в роддоме стала предметом уголовного расследования. Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родильном отделении Самарской городской больницы номер 10. 25-летняя девушка умерла через несколько часов после родов. По версии следствия, трагедия случилась из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. У главы Безенчукского района обнаружили подложный диплом о высшем образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. По данным ведомства, в 1994 году Сараев окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности экономика и планирования промышленности, а в 2012 году в Самгу получил второе высшее образование по специальности юриспруденция. Но надзорное ведомство установило, что диплом о первом образовании был подложным. Возбуждение уголовного дела отказано за истечением срока давности. Кроме того, суд признал второй диплом недействительным. Это решение в законную силу не вступило. Под Самарой судно на воздушной подушке столкнулось со снегоходом. Это произошло на 1730-м километре реки Волга, известном как Рождественская Волошка. В момент столкновения на борту суда находились водитель и четыре пассажира. В авариях никто не пострадал. Самарские фирмы могут оштрафовать за то, что они ищут сотрудников через Авито. Прокуратура направила в Государственную инспекцию труда Самарской области материалы по трем фирмам, нарушившим законодательство. Дело в том, что руководство фирм, разместившее объявление, не поставило в известность службу занятости населения. Теперь частным конторам грозят штрафы до 5000 рублей. Чарли Чаплин, Вера Холодная и Грета Гарба в самарском стиле. Люди с ограниченными возможностями попробовали себя в качестве актеров немого кино. Театр Самарская площадь несколько месяцев назад превратился в съемочную площадку. Наравне с профессиональными актерами инвалиды отработали полный съемочный день. На премьере немого кино побывала Мариана Мирная. Выйти из дома уже подвиг для человека с ограниченными возможностями, не то, что сняться в фильме. Смельчаки и авантюристы из общества инвалидов не побоялись камеры и многочасовой работы и приняли участие в проекте «От Чаплина до Пореченкова». Так назвали черно-белую короткометражку в лучших традициях немого кино. Для меня это было вообще легко, потому что, вы знаете, я легко перевоплощаюсь в любое то, что необходимо, потому что мне по спорту приходится всегда переключаться с одного вида на другой. А здесь, вы знаете, вот действительно нужно было передать образ. И я сразу представляла себя, вот я, например, вот в таком состоянии, я там, например, переживаю, или разрыв у меня с любимым, я сразу это в себе проигрываю и переживаю так, как будто это было на самом деле. Идея проекта принадлежит театру «Самарская площадь». В его стенах давно работают с людьми с ограниченными возможностями. Это самые чуткие зрители. Вот действительно, когда приходится играть в спектакль, когда их не несколько человек сидит, вот они на все наши спектакли ходят. Когда целиком зал сидит и люди с ограниченными возможностями, это очень чуткие зрители. Мы вот чувствуем, как трепетно они смотрят, как они каждый нюанс ловят на сцене. А тут, когда они сами соприкоснулись со сценой, с профессиональными актерами, конечно, и глаза так горели, и сердца, я думаю, мы это очень чувствовали. Совместная работа, а главное дружба между театром и обществом инвалидов не заканчивается. Итоги года кино подведены, впереди год экологии. В планах высадить аллею деревьев в загородном парке. В театре обещают снять процесс на камеру, как продолжение киноистории. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Футбол, игра миллионов. Турнир под таким названием запустила Самарская библиотечная система. В соревнованиях участвуют 18 школ и колледжей, среди которых не только самарские ученики, но и села Обшаровка. Сейчас проходят отборочные игры. Команды показывают знания в таких темах, как здоровый образ жизни, спорт и, главное, футбол. Правила игры, как в брейн-ринге. Финал состоится в апреле, где вопросы, касающиеся истории самой популярной игры, с мячом будут еще сложнее. Главный приз для чемпионов – особый подарок от музея самарского футбола. В преддверии чемпионата мира мы должны знать о футболе. Если не все, то почти все. Если не все, то почти все. Это потому что мы ждем гостей. И вот то, что молодые сейчас участвуют, им и принимать этот чемпионат. Конечно же, мы все готовимся к чемпионату мира. Это интересуются все, и в том числе библиотека тоже хочет привлечь внимание своих читателей, посетителей к этой интересной игре. В кино на балет в Центре российской кинематографии «Художественный» состоялся показ телеспектакля «Синяя птица». Премьера постановки о поиске птицы счастья состоялась в конце мая 2016 года в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Показ спектакля в Самаре – это федеральный проект «Театральная Россия». Основной замысел – познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи. В прошлом году в проекте участвовали более 80 российских городов. Осенью к ним присоединилась и Самара. 20 сентября самарские зрители увидели телепремьеру постановки «Доходное место». Теперь добрались до «Синей птицы». Впереди новые телеспектакли и впечатления. Это новый проект, и он, конечно, только-только развивается. Ходит на него с удовольствием. Есть уже определенный круг зрителей, которые всегда спрашивают по телефону. И новенькие прибывают в нашу компанию такую теплую, дружную. Так что мы рады. А вот какие новости готовят мои коллеги в следующий выпуск. Наблюдение высокой точности космические аппараты на службе народного хозяйства. Студенческий десант. Активисты познакомились с работой наркополицейских. Тропой узнаний. В Постниковом овраге может появиться тротуар до Самарского университета. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи всем. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»